В 1991 году в Кавказских горах палеоантропологи совершили выдающееся открытие. Во время раскопок в грузинском городе Даманиси, окруженном лесистыми холмами, над которым высится средневековая крепость, они нашли много ископаемых человеческих останков, возраст которых оценивается примерно в 1,8 миллиона лет. Эти находки положили конец долгому спору о приблизительном времени выхода человека за пределы Африки. До тех пор единственными известными материальными свидетельствами такого исхода были найдены в Китае грубо обработанные предметы возрастом 2,2 миллиона лет. Но при них не было обнаружено человеческих останков. Итак, история человеческого рода за пределами Африки располагает теперь бесспорной географической и временной привязкой. Даманиси – 1,8 миллиона лет назад. Существует две гипотезы относительно того, кем был первый хомо, покинувший африканский континент. Это мог быть древний хомо эректус, человек прямоходящий, которого иногда причисляют хомо эргастер. А мог быть хомо хабилис – человек умелый, самый первый из рода хомо. Наиболее примечательные обстоятельства, связанные с найденными останками различных индивидов, их морфологическое разнообразие, столь же выраженное, как между жившими в то время хомо хабилис и первыми хомо эректус. Палеонтологи заключили, что это не различные виды сменяли друг друга на одной стоянке, а просто жившие там люди одного вида – их впоследствии назвали хомо георгикус – сильно различались внешне. Но был ли это в самом деле первый выход из Африки? Как уже говорилось выше, по крайней мере, еще один исход относится к более раннему периоду, о чем вроде бы свидетельствуют китайские находки возрастом 2,2 миллиона лет. Но как узнать, кто оставил эти следы? Важно помнить, что орудия используют не только люди. Они бывают и у шимпанзе, пусть и весьма простые. Кроме того, если первые хомо долгое время ассоциировались с изготовлением орудий, то недавние раскопки в Кении ставят этот стереотип под вопрос. Найденным там орудием, конечно, примитивным, примерно 3,3 миллиона лет. То есть они были изготовлены за 500 тысяч лет до появления первых хомо, около 2,8 миллиона лет назад, в те времена, когда существовали только австралопитеки и парантропы. Таким образом, ассоциация орудия хомо распадается, и приписать какому-то конкретному виду орудия, обнаруженные в Китае, становится проблематично. Генетика могла бы помочь разобраться в отношениях.